Что сегодня происходит на рынке недвижимости? Как люди на вторичке сами придумывают цены на свои квартиры, считая их рыночными, а потом удивляются, это почему так везде все дорого стало? Новостройки. Куда ни посмотри, повсюду растут новые города. Предложение превышает спрос, а цены точно так же улетают в космос. Когда все это кончится? Как люди в 23 году хотели свои деньги сохранить или даже приумножить, вложив в недвижимость под ту самую заветную ставочку всего лишь 0,1%, а в итоге остались вообще без денег? Каковы реальные ставки по ипотеке сегодня? Какая категория граждан может получить ставку 5%, а какая получит 17%? Рынка инвеста в недвижимость сегодня в России больше нет? Или есть? Давайте разбираться. Материнский капитал. Кому он действительно сыграет на руку, а кто плачет горькими слезами, проклиная тот самый день, когда он его использовал? Разберем эту ситуацию от и до. Занижение цены квартиры и уход от налога. Да мы всегда так делали. Это проверенная схема. Так можно. Как вы можете попасть, если доверитесь таким продавцам и пойдете по их темной схеме? И в завершение мы подведем черту и зададимся вопросом. А есть ли сегодня в 2024 году крах на рынке недвижимости? Или нас впереди действительно ждет светлое будущее коррекция цен в пользу покупателя? Друзья, всем привет! Как вам такое начало? Выпуск получился действительно большой, информативный, полезный и интересный. Именно поэтому я не буду его никак урезать. Полтора часа, значит полтора часа. Но тайм-коды по каждой озвученной теме уже ждут вас в описании. За эти полтора часа вы будете понимать вообще, что сегодня происходит на рынке и какие перспективы его ожидают. Сегодня начало года. Я не успел согласовать несколько рекламных интеграций для этого выпуска. Поэтому в нем сегодня ничего лишнего не будет. Пользуясь случаем, скажу, если вдруг вы хотите купить или продать квартиру в Москве и Московской области, вам нужна просто-напросто помощь человека, кто в этом разбирается, пожалуйста, обращайтесь, телефон есть на экране. В общем, прямо сейчас мы поговорим по существу, со специалистом своего дела. Поэтому вам приятного просмотра. По окончанию жду ваше мнение в комментарии. Друзья, знакомьтесь или вспоминайте Наталья. Наташ, моя жена тоже, Наташ, спрашивает, а что у вас стол-то такой скудненький, мол, бутербродиков бы нарезал, икорки для красоты, для кадра. А я говорю, какая ситуация на рынке недвижимости, такой стол. Поэтому у нас будет сегодня чай, конфеты, и на этом хватит. Давай начнём, как говорится, от обратного. Вот кончился 2023 год. Расскажи нам, пожалуйста, в общих чертах, чем год заканчивается. Особенно, когда мы все знаем, что ключевая ставка изменилась, ипотека стала совсем других денег стоить. Обо всём этом мы поговорим. Тайм-коды в описании. Но начнём по порядку. Что на рынке сегодня происходит? Ну смотри, давай, для того, чтобы я объяснила поточнее, что происходит, мы разделим прежде всего на 200 ЗИ, то есть вторичка и новостройки, потому что ситуация немножко разная. Я, наверное, начала бы со вторички, потому что в большинстве своей работаю с ней. И во вторичке есть следующая ситуация. Первая – это то, что у нас на рынке сейчас очень мало предложений. То есть есть и любой человек, который хочет себе купить квартиру в готовом доме. Причём мы же понимаем, что вторичка – это как квартира 67-го, там, года дом постройки, да, точно так же и 2018-го, и 2020-го. То есть человек приходит на рынок и смотрит в сане, вроде бы огонёчков много, ему кажется, что это огромный выбор. Дальше мы делаем подборку и понимаем, что часть квартир там уже в продаже, в рекламе там 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев запросто, может быть. То есть как таковое взять нечего. То есть есть какие-то предложения, которые, может быть, компромиссно можно было бы рассмотреть, но при этом они сильно завышены по цене, и многие собственники выставили их, ну, примерно с таким прицелом, что кто-то хочет протестировать рынок, просто выяснить для себя, там, прицениться. Кто-то просто так развлекается, кто-то любит так общаться, они гордо в объявлении пишут, что вот я вот целый собственник, и всё вот. Соответственно, там начинают повально звонить агенты, приводят каких-то людей, они что-то показывают. И даже если вдруг у такого собственника внезапно дойдёт до какого-то предложения по цене, как правило, они в этот момент немного опешивают, да, то есть и, ну, отказываются от сделки. То есть в принципе, как таковой, купить эту квартиру нельзя. То есть там собственники по каким-то причинам тестировали рынок. И плюсом ещё, то есть мы должны понимать, что есть такое явление, как альтернативные сделки, они же цепочки, они же встречки, то есть в разных регионах они называются по-разному. И с ними тоже большая беда. То есть мы, допустим, приходим, звоним по какой-то квартире, она говорит, да, продаётся, к примеру, даже там вменяемый агент и так далее. И люди понимают, зачем они продают. Но при этом они хотят им двушку поменять на трёшку. И то есть здесь мы понимаем, что с этими людьми мы как минимум, а, зависаем по времени надолго. То есть примерно цепочка собирается, ну, месяца полтора, это прям в лучшем случае. То есть мы понимаем, что мы там покупаем их, они покупают других. То есть это как минимум 3-4 участника в цепочке. Но здесь что важно? Первое, что это очень зыбкая конструкция. То есть пока они пошли искать другую квартиру, у нас там отпал наш покупатель. Пока они нашли ту, там другой кто-то отвалился. То есть в принципе, чтобы вся альтернатива дошла до сделки, это очень непросто. И особенно это непросто сейчас. Потому что ввиду вечно повышающихся ставок, ну, не вечно, конечно, но в этом году сложилось такое впечатление. Много кто пытался успеть что-то купить именно со старой ставкой. То есть люди бежали, бежали, бежали. Тут ситуация поменялась, и они в принципе вообще передумали. Это вот какой-то участник цепочки. И то есть получается на рынке, если вот вы даже проанализируете, к примеру, на каком-то своем доме конкретном квартиры, там примерно процентов 80 будет написана альтернатива. И эти квартиры, ну, достаточно сложно купить, даже при большей там степени адекватности собственников и желании купить. И оттуда еще вытекает следующее. Здесь очень важно понимать, что в таких сделках, да и как и в свободной продаже тоже, дело даже не только в том, чтобы найти покупателя, дело же еще в документах. А здесь сейчас, когда мы приходим смотреть квартиры, у нас, как правило, они обременны ипотекой. Туда еще вложен материнский капитал. В придачу там еще кто-то разводится. То есть вот именно сильно сложные ситуации вот в бюрократическом плане сейчас стали распространены куда больше, чем раньше. Потому что мы видим, что из-за части ситуации вообще не очень понятно, как выходить. То есть если мы берем там тот же материнский капитал, к которому я тоже хотела бы вернуться, наверное, попозже, то там тоже могут быть такие разные ситуации из-за разряд того, что вообще, в принципе, супруги развелись, да, кто-то хочет продать квартиру, у супруга там есть его доля, он просто принципиально, если он вам не даст согласие на продажу, то продажи не будет, в общем-то, и все. С долей его, с недолей его. Но это, наверное, конечно, я там немножко перескакиваю. Слушай, ну, я хочу сказать следующее, что вот все, что ты рассказываешь, оно, по сути, было такое, наверное, всегда. Год назад, два года назад, и сели, что сделки, сложность. Но мне кажется, что сейчас ключевым становится то, что, первое, как ты сказала, ценники, люди многие на свои квартиры выдумывают и основываются не на какой-то аналитике, еще что-то, нахрен, ну, это аналитика. Вот, сосед продает, ха-ха-ха, за 15, убитую, но за 15. А моя-то не убитая, значит, моя 20. Вот примерно так организовывается цена. Да, то есть люди смотрят, они не понимают, что когда вы заходите на какие-то доски объявлений, все, что вы видите, это хотелки ваших соседей. Он может там хотеть год, может хотеть два. То есть люди называют гордо это ценой. И, соответственно, как бы свою хотелку формируют уже из хотелки соседа. Сейчас, секунду, извини. Джон, давай-ка, знаешь что, я тебя переселю в комнату, ты сейчас будешь нам тут это, отвлекать всех? Соответственно, ценообразование. То есть, вот, наверное, основная история, она и связана с тем, откуда берутся эти цены. Ну, и, допустим, мы приходим сейчас, видим одну какую-то квартиру там в доме в рекламе. То есть, соответственно, вот месяца через три примерно в этой рекламе будет продаваться 5-6 квартир. Не в этой рекламе, то есть он... В этом доме. Да, в этом доме 5-6 квартир, которые все как опорную точку взяли одного своего соседа. То есть, тот потом посмотрел, там было два других соседа и так далее. По итогу никто не продается. Но здесь какая есть особенность? На рынке, который сейчас корректируется вниз, мы сейчас убираем вот эти слова, там падает, там все упало, все пропало. Идет просто коррекция вниз, но учитывая то, что недвижимость, в принципе, вещь дорогая, это все существенно. То есть, пока до человека доходило, ну, как таковое, да, что его там цена завышена, какая реальная стоимость одно, другое, третье, соответственно, цена уже упала ниже той, которую он мог получить, если бы он изначально вышел бы по здравой цене. То здесь, ну, важно понимать, что когда мы выходим в рекламу, мы должны быть для покупателя максимально привлекательными и по цене, и по фотографиям, да, по внешнему виду квартиры, и по готовности документов. То есть, очень важно, чтобы мы собрали, ну, вот максимально какие нужны будут документы, да, чтобы мы показали свои готовные сделки. А здесь, получается, люди говорят, я поставлю столько-то, вот люди ко мне придут, начнут торговаться, я с ними поговорю. И здесь я часто объясняю, что тут и проблема в том, что надо, чтобы они хотя бы пришли. То есть, если мы средние хотелки по там объявлению в каком-то доме там 10 миллионов, низ там один, низ 7 миллионов, и мы выставляем один, кто к нам придет-то? Ну, люди просто увидят, поймут, что, ну, наверное, мы слишком оригинально, то есть, они даже не дойдут до вот этой стадии вести с нами диалог. Соответственно, здесь что возникает? Вот у меня вот конкретно сейчас есть в подборе квартиры во вторичке, какие-то там сделки, они там были закрыты, какие-то закрыты у коллег. И самая основная история, и с подбором она тоже такая, то есть, дело же не только в том, что ты не можешь продать, купить-то ты тоже не можешь, потому что все сделки цепочные. То есть, к примеру, мы приходим, мы готовы купить квартиру, и там вот какие-то обстоятельства, да, там несовершеннолетние собственники, не нужно разрешение опеки и так далее, и так далее. То есть, мы не можем их ждать там вот эти два месяца, мы не можем рисковать, потому что те нас не будут ждать. И вот по итогу, в принципе, на рынке вторички сейчас есть такая интересная особенность, что гуляет очень много людей, они все потихонечку друг другу звонят, уже все наперечес знают квартиры друг друга, ну, когда вот там кто-то смотрит как-то локально, там, в основном их не так много. И, в принципе, эти понимают, что этих мы не можем купить потому-то, и этих потому-то, и этих потому-то, соответственно, и свое они продать не могут. То есть, к примеру, тот человек, который изначально выставил квартиру в продажу, и к нему вот я прихожу как покупатель, а дальше уже цепочка, то, соответственно, я же тоже в это не пойду, потому что я спрашиваю, вы что-то смотрели, вы что-то подобрали, пускай вы не заавансировали эту квартиру, но вы уже какая-то конкретика, есть понимание, что тот вариант, который вы ищете, он существует? И люди говорят, нет, давай ты нам просто дашь аванс, вот когда ты дашь нам аванс, мы пойдем что-то смотреть, и тут я уже понимаю, что это уру-ру, то есть мы никуда не уедем в этой истории, потому что если человек, который продает на данный момент, еще даже не потратил время на то, чтобы просто ножками сходить и вживую посмотреть то, что он себе готов купить, то это значит, что его представления с реальностью могут очень сильно отличаться, и большая доля вероятности, что вот этот месяц, на который в среднем дается аванс, он погуляет, погуляет, посмотрит, прикинет и просто нам вернет этот аванс, а мы за это время упустим либо какие-то другие варианты, либо там сроки, либо деньги, ну какие-то другие еще условия. Ребят, я вот хочу отметить, что возможно, когда слушаешь, да, может показаться, знаешь, там, типа, ой, ну, да что-то как-то у вас все сложно долго, но, но, это прекрасно понимают сразу все те, когда с этим сами столкнутся. Прямой пример, вот просто краткий. Когда я выбирал вот эту квартиру, мне тоже казалось, все, я нашел покупателя на свою, я хочу купить эту, давайте сделку, поехали. Все, поехали, так, быстро собираемся, поехали. Они говорят, подожди, ты-то нашел, а мы не нашли. Я говорю, и что, ну давайте, продайте мне, вот вам деньги, идите куда хотите, можете здесь пожить, а говорят, нет. Так никто не хочет, ну, по крайней мере, в большинстве с вами, правильно? Да. Ведь никому сейчас, как таковые, деньги просто не нужны, потому что, если деньги брать, то куда-то их надо вложить, а куда, это уже вопрос, так сказать, риторический. А те, кто хотят из двушки переехать в трешку, соответственно, вот то, о чем ты сейчас рассказал, это альтернатива, поиски, а это все растягивается. И потом уже у меня, например, может покупатель отвалиться, я уже вроде передумал, другой вариант нашел. Да, еще какой-то другой вариант. И все вот это, вроде бы она движуха есть, вроде бы что-то ходим, смотрим, какие-то процессы двигаются, а ключевой момент, так сказать, дом, все, сделка готова, выполнена, вот это вот сложно. Да, и здесь еще важно подметить, наверное, здесь тоже разделить на две части. Первое, да, что люди недвижимость в основном меняют на недвижимость, а недвижимость это не такая покупка, как иногда, допустим, машина, особенно какая-то недорогая, когда люди продали и закрыли, там мелкие кредиты, еще что-то, в основном недвижимость люди меняют строго на недвижимость. И, ну, в силу сложившихся наших особенностей, нашего менталитета, у нас люди страшно боятся оставаться с деньгами, даже на какой-то небольшой срок. Хотя сейчас, кстати, когда повысились ставки на депозитах, по там, своей личной статистике, даже просто ради своих друзей и клиентов, ну, не так, что люди, конечно, уж прямо боятся, но при этом какие-то свободные деньги они понесут, а вот именно деньги со своей единственной квартиры, ну, в банк никто не понесет, здесь нужно понимать, отделять накопление, да, и вот деньги с квартиры, то есть здесь, у нас, конечно, люди побаиваются. То есть, соответственно, получается два фактора, либо этому человеку нужно найти то, что он хочет взамен, но здесь есть что-то очень интересное, история, эта цепочка должна на ком-то кончиться, ну, то есть, в конце концов, кто-то должен согласиться на разрыв цепочки, это называется разрыв, то есть кто-то должен выйти в деньги, иначе мы не закончимся никогда. Да, и другой фактор тоже немаловажный, он был очень актуальный, наверное, крайние года четыре, вот не считая там последних полугода, вот о том, что когда люди продавали недвижимость, они могли, ну, во что-то перекладываться, то есть какие-то активы, возможно, там в какие-то стройки, вот когда еще не было эскроу, и был какой-то смысл там покупать новостройки, то есть у них была какая-то понятная прозрачная история, то есть если у человека, вот называется это модным словом апгрейд, да, то есть он хочет продать свою квартиру и как-то улучшится, может быть, улучшит район, может быть, улучшит площадь или класс жилья, и раньше людям было, в принципе, понятно, что им делать, ну, то есть какое-то более-менее логичное ценообразование было, что-то все росло, повсюду хайп, повсюду все говорят ого-го, гиги, бери больше, кидай дальше, а сейчас мы сталкиваемся с тем, что даже если человек купил какую-то инвестиционную квартиру, и, к примеру, он ее купил достаточно давно, то есть какой-то зазор есть, какая-то его прибыль, пускай она, в принципе, вся сожжата из инфляции, то есть она просто догнала инфляцию, но, тем не менее, да, она есть, и сейчас он, может быть, и готов бы ее продать, к примеру, и куда-то переложиться, а куда, ну, то есть конкретно идти в стройки, да, то есть принести там сейчас застройщику что-то купить у него, ну, я думаю, уже все поняли, что это не имеет вообще не то, что какого-то экономического смысла, это даже несколько вредно, да, то есть если мы говорим особенно про наличный расчет, ну, ну, с ипотекой, окей, относительно, я думаю, мы вернемся к вопросу, да, по ипотеке. Смотри, здесь подведем итог такое, что на вторичке, в силу того, что цены хаотичны, каждый назначает как хочет, все хотят найти квартиру дешевле, свою продать дороже, и вот пока вот это все колебание идет, из-за этого не может, так сказать, устаканиться все, сделки растягиваются, разрываются, и таким образом происходит. Да, 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 то есть по итогу идут вот эти истории, знаете, из-за разряда того, что когда человек выставляет квартиру в рекламу, прибегает к нему там какой-нибудь агент, говорит, давай я тебя буду продавать, и агент боится донести собственнику, что у него цена-то как бы, ну, неадекватная, мы так не продадимся. И вот он какое-то время усердно ее рекламирует, рекламирует, хотя цена, но на самом деле, ну, там и шансов-то никаких не было. И, как правило, такие собственники, они могут еще какое-то время, говорят, ну, пожалуйста, ну, я очень хочу, ну, давайте попробуем, даже если ты им находишь какие-то слова, такие примеры у меня тоже были. По итогу месяца через 3-4 они приходят к тому, что, наверное, неправильный агент. То есть, не то, что моя квартира в жизни этих денег и не стоила, да? А то, что ты хреново работаешь. Наверное, да, наверное, неправильный агент вот другой как выставит, и люди как придут вот на мою как раз-таки вот такую вот вторичку, и как ее купят, вот такие истории. Соответственно, вторичка – это дело, так скажем, сложненькое, но ведь есть всегда вопрос проще, новострой. Особенно, когда уже вот-вот дом сдан, или, например, о чем мне, у меня год-два времени есть, но здесь интереснее ситуация вот как раз в совокупности с ипотекой. Ведь новостройку, как правило, собрали с ипотекой, льготной ставки, поддержки и так далее. С чего начнем? Просто с новостройки или с связки новостройки? Давай комплексно, и ты мне уже дозадашь какие-то вопросы, я очень много чего хочу рассказать. Давай про новостройки. Вот смотри, человек скажет, нахуй нам эта вторичка, как ты говоришь, про пёржина, или я, или мы уже все так говорим. Соответственно, новострой, что с ним? С новостроем есть несколько моментов. Первое. Вот тот пул людей, которые пытались припарковать свои излишки, какие-то сбережения, где-то там немножечко поспекулировать, он не то чтобы закончился. Понятно, люди там свято верящие в новостройки, в то, что ты просто купил, посидел на пятой точке и потом продал и пришли деньги, они все еще есть. Были времена. Но, тем не менее, буквально там 2-3 года назад на волне общего хайпа было огромное количество людей, которые покупали себе квартиры вообще без ответа на вопрос зачем. То есть, как правило, это была там 2-3-4 квартира, давай возьмем, просто возьмем, а что мы с ней будем делать, да пусть будет. Ну, примерно такой пласт клиентов у меня тоже есть, мы с ними там купили какие-то квартиры. Но сейчас он закончился. То есть, вот все те, кто хотели как-то сберечь свои деньги, просто припарковав их где-то, они все купили, они в принципе сидят, они успокоились. То есть, ну, вложено у них там какую-то новостроечку, да, то есть, она сдастся и сдастся. Я говорю про людей, которые даже не с целью доходности это делали, просто сбережения, чтобы им спалось спокойно, их, в принципе, большая часть. Там спекулянты, они еще где-то там бродят по Москве. Вот. И здесь получается, что отдел продаж застройщику, он находится в той ситуации, когда ему нужно привлечь клиента, но клиент со свободными деньгами, он как таковой закончился. То есть, мы здесь опять в новостройках утыкаемся во вторичку, то есть, деньги в новостройки приходят с продажи старой вторички, а люди буксуют на этом этапе, то есть, они не могут продать свою вторичку, потому что для этого их покупатель должен списаться в ипотеку 17%, либо где-то найти наличное. Ну, их прям действительно сейчас не очень много этих людей, тем более на какой-то прям старый жилфонд. И только потом он принесет их в новостройку. Соответственно, сейчас еще уменьшили лимиты по господдержке, то есть, есть программа господдержки, есть программа семейной ипотеки. То есть, семейную ипотеку пока не трогают, у нас госсемьи, ура. А по господдержке лимиты действительно уменьшили, но, знаете, я думаю, что скорее всего это к добру, потому что как раз-таки вот все те, кто занимается спекуляцией, они больше всего и пользуются вот этой господдержкой, вот эти 8%. Соответственно, они там брали квартиры, государство субсидировало эту ипотеку, потом они ее продавали, имея какой-то доход. Но по факту вот для простого человека, для которого и придумана эта программа, которым должно быть как-то полегче, чтобы купить недвижимость, это только зло, потому что раздувался рынок таким образом, цены увеличивались, и получается человек приходит, ему, да, он может взять там у застройщика квартиру под 8%, но тогда ее возьмет за 10 миллионов, или условно он где-то на вторичке походит по броди, да, и возьмет ее там за 9-8-500, пускай ипотека будет больше, но у тебя вот этих полутора миллионов нету. То есть образовался определенный перекос, и я думаю, что этот перекос будет отчасти исправлен вот этим снижением лимитов, увеличением ставки. И по факту вот на востройках такая ситуация. Понятное дело, что застройщики, они найдут, как решить эту задачу, да, то есть у нас будут опять вот эти какие-то истории с субсидированием ипотеки, ипотеки 0,1, 1%. Я, кстати, тоже хотела бы прям кратенечко рассказать историю. Слушай, я думаю, наверняка у людей возникнет вопрос такой логичный. Всегда было так, что вторичка стоила дороже, чем новостройка. Ты заходишь на этапе котлована, ты ждешь, но ты получаешь свою выгоду. Сейчас уже так, что вторичка равно новостройка, а бывает даже так, что квартиры еще и дороже стоят, особенно если прям вот-вот уже сдача, ну и так далее. Строится до хрена всего. Человек скажет, надо не льготы нам давать людям, не льготы, а цены пусть снижают. И льготы, и цены снижают. Вот как ты прокомментируешь, почему застройщики не берутся снижать, реально снижать цены? Не вот этот 100 тысяч минус, только сегодня, только сейчас, а 2 миллиона, 3 миллиона. Здесь все очень просто, потому что льготу надо давать застройщикам на строительство, а не людям на ипотеку, вот в чем суть. Потому что застройщик, он получает деньги частично на строительство этапами, соответственно, в любом случае, несмотря на кредитование, то есть по итогу возникает определенная цепочка подрядчиков, субподрядчиков, кто-то по итогу начинает платить своими деньгами. То есть здесь нужно упрощать именно вот эту историю, давать льготу застройщику, потому что сейчас застройщик, выходя в рекламу, они выходят в продажу, только-только заключают первые договора бронирования, а срок сдачи у них через 3 или через 4 года. Но никто не может посчитать финмодель настолько, чтобы понять, какая цена должна быть сегодня, потому что деньги все эти 3-4 года пролежат в банке. Это опять же вот к тому, что у нас люди говорят, я не доверяю банку, я пойду застройщику куплю. Говорю, так ты положишь в такой же банк, только без процентов. Но вот в принципе больше ничего не поменяется. И, соответственно, застройщики не могут это прочитать, они цену накидывают с запасом. То есть поэтому мы видим часто скидки, именно когда дом вот-вот сдается, то есть тогда уже есть какие-то скидки, потому что у застройщики есть понятное понимание, что на данный момент происходит. А за 3-4 года прочитать это сложно, поэтому цена идет с запасом. В общем-то я думаю, что здесь вот как раз-таки льготные программы из разряда того, что берите новостройки, на них, конечно, наверное, заработали хорошо банки, потому что у нас здесь банки, получается, с двух сторон и физическое лицо кредитует банк, и застройщик кредитует банк. И при этом банк при согласовании выделения денег, я скоро финансирование, определенные документы, то есть должен подписывать застройщик и им следовать. То есть просто так застройщик не может дать там какую-то скидку просто от себя. Поэтому часто люди не верят про то, что они получили в офисе застройщика уже вот прям вот так вот общаясь напрямую какую-то скидку, но при этом они не видят ее нигде в прайсах. Это именно оттуда берется, потому что финмодель есть, то есть объявлять о каких-то скидках они не могут, но когда им нужно что-то допродать, они вполне-таки могут в ручном режиме, не афишируя эту публичность, сделать какую-то скидку. Человек сидит сейчас и думает, так, ну подожди, смотри, здесь все ясно, ты сказала слово про банки. Как люди относятся к тому, чтобы продать квартиру, забрать деньги, ну давай возьмем так для простоты счета, 10 миллионов рублей, продаете квартиру, неважно, это однушка, трешка, что угодно, и деньги ты несешь в банк, вклад, и получаешь доходность. Да, причем сейчас средняя доходность даже на краткосрочные вклады, что-то около 13-15% где-то в этом предприятии, в промежутке. Как правило, люди этого очень боятся. Здесь нужно понимать, что мы все-таки, наверное, здесь должны не то, чтобы разделить людей, но какой-то портрет продавца, он может быть немножко разный. То есть все-таки, если мы берем портрет продавца человека, у которого вот когда-то за всю жизнь у него было какое-то единственное жилье, он его когда-то там получил там по приватизации или может быть там наследство получил, то есть вот недвижимость у него единственная за всю жизнь, этого человека мы никогда не убедим разорвать альтернативу, да, продать квартиру, положение на счет, он просто, ну, просто в крови у наших людей, что они этого очень сильно боятся, они на это не пойдут, потому что в их понимании где-то в промежутке деньги должны исчезнуть и они останутся на улице. Если мы все-таки берем людей так или иначе связанных с бизнесом, либо у них эта квартира там не первая, какая-то там инвестиционная, какая-то там вторая, третья, здесь уже, ну, намного проще подход, потому что у людей есть все-таки как-то опыт там взаимодействия с банками, с бизнесом, и скорее всего они на это пойдут, если, ну, к примеру, да, то есть мы понимаем, что в альтернативу мы не можем найти покупателя, у нас есть покупатель, который приходит и говорит, вот смотрите, ребята, у меня наличка, я готов быстро выйти на сделку, но со всем вашим табором, ну, я никуда не хочу идти, мне это зачем, вот есть я, есть наличка. То есть мне вот зачем вот эта история, да, там придет еще потом 3-5 семей, а как это часто бывает там при альтернативных сделках еще там все разругаются вдрых с перезделкой, а вот конкретно человеку с деньгами, ну, это не очень интересно. И он может сделать такое предложение, поэтому часть людей, да, категорически откажутся, часть людей рассмотрят. Ну, ты как считаешь, боятся люди чего-что положил в банк, вот был такой мультик, ну, как был, есть Саус Парк, и там была такая интересная ситуация, когда вот обыгрывали они, они там много чего обыгрывают, может быть, вы помните, когда он там положил деньги, и ему говорят, так, фух, все, деньги ваши исчезли, блин. Он говорит, в смысле исчезли, вот мои деньги, он говорит, не знаю, что-то, какой-то сбой в программе, денег ваших больше нет. Я говорю, ну, как, вот чего боятся, что банки завтра закроют, что что-то случится, типа недоверие или как? Ну, смотри, я рассуждала на эту тему, особенно, когда мы говорили о каких-то системообразующих банках, это в наших самых крупных банках, и когда, ну, задаешь вопрос, ну, смотри, если ты положишь деньги вот в этот банк, ну, смотри, если схлопнется этот банк, в принципе, все остальное уже не важно. Ну, то есть, как… Схлопнется… Такие страшные вещи вся страна. Да, там схлопнется вся страна, там уже дело даже будет не в твоих деньгах, и не вот в этой истории, знаешь, когда люди говорят, так, вот я положу там миллион 400, там вот, как, ну, агентство страхования вкладов, не понимая, что, в принципе, да, если, опять же, схлопнется система образующей банка, агентство страхования вкладов просто обанкротится, оно тоже, ну, не вынесет такой нагрузки. И, в общем-то, смотри, я думала, что, да, может быть, люди правда боятся, что они исчезнут, но я думаю, что, наверное, все проще. Есть вот какие-то вещи, которые в нашей стране у людей прямо на уровне рефлексов, наверное, в этом, потому что, когда с этими же людьми обсуждаешь их подход, как они покупали машину за 5 миллионов, как они делали еще что-то, и ты понимаешь, что, в принципе, вот к примерно равным суммам денег, ну, около того, отношение максимально попустительское, то есть дело, вот, не столько даже в деньгах, просто вот у нас, у наших людей такая вот, ну, особенность, менталитет, вот так в нас это заложено, что это очень страшно, если это твоя недвижимость, то вот никак нельзя, там, с ними в банке что-то произойдет, но при этом же, при этом эти же люди тут же относят эти же деньги зачастую, да, то есть в какие-то там супер-пупер инвестиционные фонды дадим, там, доход на 60 процентов или что-то еще, то есть это вот такие двойные стандарты, вот просто в банк у нас на депозит не отнесут, а вот любая неведомая ерунда – это прям, пожалуйста, это прям, пожалуйста, как здрасте, потому что у нас тут же не просто люди, а инвесторы оказываются. Вот давай про инвесторов и поговорим, я знаю, что тебе нравится эта тема, вот давай разберем тот ситуацию длительное время, да и сейчас была такая картина, что можно было по нашим городам, в частности по Москве, все эти рекламные баннеры, где там ипотека под 0,01%, приходите, берите, условия действительно выгодные, звонишь, что правда 0,01, без каких-либо страховок, да, правда, приходи, покупай. Раскрой, пожалуйста, эту тему с точки зрения в чем подвох и приведи пару живых примеров, как люди, как ты говоришь, инвесторы схлопнулись. Смотри, здесь в чем подвох вообще-то, в чем оно заключается, в том, что банк в любом случае останется в плюсе, он свои деньги получит. То есть, соответственно, давай просто на простых там цифрах, чтобы было кратно. Вот стоит квартира 10 миллионов у застройщиков в обычную подделку, либо вот просто за наличие, 10 миллионов. И нам приходят и говорят, давайте вот вы купите ее за 13, но ставка 0,01. То есть, условно, ты большую часть процентов заплатил сразу. То есть, у тебя квартира уже стоит для тебя там 13 миллионов. И в каком-то отношении, да, то есть, вот, к примеру, если человек купил эту квартиру для детей, и он знает точно, что она ему там ближайшие 15 лет не нужна, это он прозвел какое-то сбережение, она всю жизнь будет сдаваться, может быть. Но при этом нужно понимать, что если как-то обстоятельства поменялись, и тем более у человека был какой-то небольшой первоначальный взнос, ситуация может быть падает. Так и ко мне обратился человек, который приобрел квартиру, подставку 0,01, и позвонил мне и сказал, смотри, я хочу ее продать, я хочу буквально забрать свое, мне лишнего не надо, я не хочу никакого навара, мне нужно забрать свое. И ситуация была из-за того, что вот прям аналогичные квартиры, причем это очень плотная обычная пиковская застройка, там их в принципе, да, то есть там 60 человек конкурентов, и они продаются, аналогичные квартиры по 10 миллионов, там огромный выбор там разных планировок, состояния и прочего, а нам нужно-то буквально получить с нее там 12 или 13, просто забрать свое. Ну, это же невозможно, и здесь получается, что, а если он ее сейчас продаст за 10, то есть мы же понимаем, что у него кредит, то есть он просто останется в нуле. О, та самая история, когда деньги, фух, деньги были, денег нет. Да, и они как раз-таки сделают фух. Но при этом здесь, ну, здесь опять же вот, да, вот что, молоток, это хорошо или плохо, да, но если кто-то ударил им по голове, ну, плохо, да, если ты гвоздь забил, наверное, хорошо. Здесь нужно понимать, что к этому нужно подходить иначе. У нас люди просто видят, так, цифра 0,1 меньше, чем цифра 8. 0,1 – это хорошо, я пошел. Вот, ну, примерно вот такая вот логика. Ну, так же нельзя, ну, читайте другие условия, да. То есть для кого-то, для кого-то эти условия действительно могут быть вполне адекватными. Слушай, а как такое бывает? Вот, смотри, допустим, я встречал ситуацию, вот мне человек говорит, типа, я купил квартиру под 0,01. Я говорю, а за наличку какая-то? Он говорит, а я вот спрашивал, я изучал, ему сказали, что 7,5 кладинал забирай, 7,5 бери 0,01. Смотри, я здесь не буду спорить, я не знаю конкретно вот этот частный случай, все-таки у меня есть какие-то догадки, что что-то либо ты там недопонял, либо тебе не договорили, ну, может быть, просто где-то чудо случилось, потому что все остальные эти договора я читала, все это там видела, это очень понятно, прозрачно, то есть это даже никто не скрывает вот это увеличение стоимости, причем достаточно приличное. Ребята, поэтому, как говорится, все нужно перепроверять. Смотри, с сентября, если не ошибаюсь, начинают поднимать ключевую ставку. Какие вот сейчас, вот на конец года, начало января, вообще реальные ставки по ипотеке, какие вообще программы остались просто плюс-минус и со вторичкой, и с первичкой? Ну, смотри, вторичка у нас в основном идет 16,7-17, то есть это вот опять же все самые крупные банки, вот у них 16,7-17. А господдержка, сейчас нужно смотреть, я думаю, выйдут новые все достаточно скоро, они сейчас там лимиты порезали, мы посмотрим, как будет дальше. Но так в среднем господдержка это 8%, но при этом сейчас можно взять до 6 миллионов, не до 12, как было раньше. И семейная ипотека, это в среднем там 6-7%, и в принципе, если сейчас люди хотят приобрести себе либо квартиру в новостройке, либо переуступку, то есть если вы покупаете квартиру у физического лица, но квартира, дом еще не сдан, то есть у него на руках договор долевого участия, вы тоже можете использовать семейную ипотеку. Иногда это может быть очень выгодно. Для того, чтобы пользоваться семейной ипотекой, то есть у человека должно быть либо двойней совершеннолетних детей, либо один ребенок, но рожденный после 18-го года. То есть, в принципе, это достаточно удобно, и многие этой программой пользуются. То есть, как говорится, выход есть, и это, наверное, самый оптимальный вариант. Да, он близок, наверное, к самым оптимальным вариантам. Единственная в чем проблема, что не так много, где можно что-то купить, потому что мы же понимаем, что семейная ипотека, она от слова «семья», то есть она уже подразумевает, что у людей есть дети, а детям нужна инфраструктура, это школы и садики. И то есть, если мы будем смотреть какую-то квартиру, которая там, ну, сдается, ну, к примеру, в ближайший год. Окей, вы уже там придумали, что вы как-то год там поживете у родителей, либо поснимаете, но зато потом там приедете в новостройку. Ну, вопрос с ремонтом, я бы, наверное, его сняла, потому что, допустим, мы можем взять с ремонтом от застройщика как-то, да, и там заказать себе кухню, ну, решить этот вопрос. Но при этом мы понимаем, что когда у нас сдается дом, как правило, инфраструктура сдается в лучшем случае через год после строительства последнего какого-то там корпуса. И вот этот фактор, да, то есть люди решили свой жилищный вопрос, они в новостройку-то приехали, но в моменте им может быть как-то сложно там заниматься детьми. Если у кого-то супруга там занимается детьми, сидит с ними, или там дети совсем маленькие, ну, наверное, не настолько критично. А вот если у людей уже дети-школьники, наверное, это критично, потому что они, конечно, очень не любят, когда их потом переводят другие школы, у них свой социум, они общаются, привычки, компании, ну, наверное, так лучше не делать по возможности. Друзья, не забывайте, что на канале огромное количество выпусков, когда мы ездим по разным жилым комплексам, и как это выглядит вживую, когда люди просыпаются в 5, в 5.30 утра, и начинается 30 минут до электрички, либо полтора часа до школы. До МКАДа рукой подать, но всем рукой подать, всем надо ехать, это всё есть, можете посмотреть, поэтому если вдруг вы проживаете где-то по стране, мало ли, захотите переехать в Москву, в Московскую область, и вы думаете, да ладно, ерунда, годик-два помучимся, вот посмотрите, что вас будут ждать. Просто там эта картина по полной программе разобрана. Слушай, а почему вообще, например, не дают вот эту льготную ипотеку семейную на вторичку? Типа поддерживаем новострой, только так. Вот хочу я по семейной ипотеке купить в своём доме, допустим. Ну, смотри, здесь у меня только субъективное мнение, может быть, потому что мне никто не отчитывался, но я всё-таки думаю, что все эти истории, да, то есть они нацелены всё-таки, чтобы зарабатывали банки и застройщики, ну, весь интерес туда переместить, потому что если бы это было сделано именно для того, чтобы люди расширялись и жили, ну, наверное, она была бы на вторичку, потому что как раз-таки люди с семьями чаще всего нуждаются заехать уже в готовое жильё, точно не в какую-то новостройку. У меня даже вот сейчас там есть история, да, есть там в работе сделка одна, опять же, там молодые ребята, маленький ребёнок, вот, допустим, купили квартиру, ты туда ездил, по-моему, в Люберцов самолёт, двушку, то есть там отличная планировка, хорошая светлая квартира, но при этом, допустим, родители всю жизнь живут в Москве, в другом районе, ну, в районе Москвы. Элементарно рождается там, ну, как бы, ребёнок ещё один, действительно нужна помощь и поддержка, потому что всем нужно работать и так далее, то есть помощь родителей нужна. И просто затыкаемся в то, что родители не могут ездить туда, просто не наесть, хотя физически это не очень далеко, да, то есть там с первого до Люберца и недалеко, как таковое, но всё-таки, да, то есть если мы понимаем все вот эти перекладные особенности транспортной доступности в области и так далее, и по итогу, то есть квартира продаётся чисто с одной единственной целью, да, то есть переехать в район, и ребята там согласны, в принципе, там на любую пятиэтажку в любом состоянии, и вот все вот эти аргументы про проперженность, они бы, наверное, над ними очень посмеялись и сказали, отдайте мне свою проперженную, пожалуйста, пожалуйста, я хочу в Москву, где в любой садик можно записаться, где любые школы, где нет вот этой плотности, то есть люди прям вот на контрасте, там буквально 2-3 года, и как я это называю, бегут роняя тапки с области, потому что очень тяжело. Всё-таки, наверное, когда мы говорим про жизнь в области, надо сильно отличать, вы живёте в области с детьми или без, потому что когда мы живём без детей, это одна категория, нам всё намного проще, каких-то вещей мы элементарно не замечаем. Особенно, когда в офис ездить 2 раза в неделю можно. Да, 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 и в принципе, как бы, да, там людям это не напряжено, они могут не замечать, а иногда кому-то даже там интересно, где-то там прокатнулся, прошмыгнулся. Всё-таки, когда есть маленькие дети и есть ежедневные какие-то манипуляции, которые нужны, и тем более, там, если ребёнок не один, ощущается сразу, то есть поэтому люди прям согласны на любую вторичку. Слушай, давай затронем тему вообще в целом инвестиций. Вот 2024 год начинается, в любом случае люди трудятся, работают, люди хотят зарабатывать, повсюду всегда информация гуляет, инвестируй в своё будущее. Мы касаемся исключительно недвижимости. Что ты скажешь по этому поводу? Вот есть, например, люди, которые рассказывают, надо покупать недвижимость сегодня, но в правильном месте, то есть в определённом доме, от определённого застройщика там вы точно заработаете. И эти же люди говорят, только покупайте в долгую, примерно на 3-5 лет рассчитываете. Ну что вот это вот, ну и дальше что? Ну это какое-то гадание на кофейной гуще. Понятное дело, что когда ты приобретаешь себе квартиру, вот хочешь ты себе купить квартиру. Ты её хочешь купить на востройке, может быть, у тебя есть там мысль, что ты вот инвестор, да, может быть, у тебя просто там какие-то сбережения. Ну логично же, что, ну это то же самое, что и с машиной, с любой другой покупкой. Нужно смотреть, где ты покупаешь, что ты покупаешь. Логично же, что если есть транспортная доступность или нет, там где есть, будет чуть лучше. Ну и прочие там какие-то факторы. Но как таковое, вот именно инвестиции с целью спекуляций их сейчас нет. Ну спекуляции, простыми словами, люди купил, за 10, через год продал за 12, так что? Да, да, то есть вот эта история, которая была вот на том цикле, когда у нас рынок рос, потому что у нас сейчас есть просто огромная толпа людей, которые называют себя инвесторами, потому что они просто на этапе роста рынка что-то купили, рынок начал расти, они потом продали, говорят, это потому что я инвестор. Ну точно не потому, что ты просто купил в момент там роста рынка и у тебя так совпало. То есть сейчас этого нет. Ну мы ранее уже проговорили как раз таки про эскроу счета, откуда берутся цены на новостройки и о том, что как раз таки сейчас, как раньше было с Мерседесами или с какими-то элитными машинами, вход рубль, выход два. Я сейчас даже расскажу пример. Мы совсем недавно собирались выставлять квартиру в рекламу, даже не то, что собирались выставлять, мы ее, в общем-то, и выставили. Это новостройка и, допустим, у застройщиков в прайсе такая квартира стоит, допустим, 30 с лишним миллионов. И при этом, соответственно, у любого собственника тоже рождается мысль, что, ну, наверное, моя квартира там 31 стоит или 30, ну что-то прям сильно около того. Ну и, в общем-то, результаты работы и поиска покупателя показали совершенно другую цифру, прям совершенно другую, около 27 миллионов. Да, бесспорно, в нашей ситуации это было не критично, мы ее можем продать на большей стадии готовности и так далее. И, может быть, это уже впоследствии продать ее и подороже. Но, как таковой, вот вам пример, то есть вы купили квартиру, у вас как-то поменялись обстоятельства, то есть мало ли, да, ну, людей по-разному бывает, да, им нужно продать, им нужно свои деньги получить. Но при этом он, глядя на цену застройщика, примерно в голове представляет, что у него есть вот столько-то денег, а реальность может прям сильно отличаться, прям вот буквально сильно. И здесь нужно понимать, что когда вы покупаете у застройщика, вы один участник рынка, когда вы в дальнейшем перепродаете, совершенно другой. То есть мало того, что в принципе, то есть это будет действовать только программа семейной ипотеки, уже никакой господдержки, никаких льгот не действует. Вот, и это при том, что сейчас ипотека 17%, ну, очередь у вас там, мягко говоря, не встанет. Поэтому я не то, чтобы, ну, знаешь, там того, что не покупаете новостройки, да вообще нет такой категории, не покупаете новостройки или вторички, или там машины, или что-то не покупаете, нет. Я про какой-то прям обстоятельный анализ, если уж вы собрались что-то покупать, то нужно сравнить, ну, в нескольких категориях, да, то есть там у застройщика, там у переуступки, посмотреть, сколько в целом стоит вторичка в районе, не окажется ли, что та новостройка, которая сдастся через 3 года, стоит дороже, чем любая другая вторичка в районе, что, в принципе, да, мероприятие может оказаться убыточным. И такие ситуации у нас тоже были, когда мероприятие действительно было убыточным, то есть ребята приобрели квартиру в новостройке, которая строилась, и мне как раз пришел клиент, и мы хотели что-нибудь такое вот купить бы, вот по переуступке, что бы выгодно. И нам-то удалось это купить, но там был кейс из разряда того, что люди потеряли в общей сложности около полутора миллионов рублей, может быть, даже миллион семьсот пятьдесят. Это минус ипотека, которую они платили, потому что как раз-таки многие гуру, у нас сейчас людям рассказывают, вот ты не покупай одну квартиру, ты разложи их по первоначальным взносам, возьми себе ипотечные плечи, потом ты посидишь на пятой точке, случится чудо, и ты продашь. Хорошая методика. Да, а случается сильно по-разному. И на примере как раз-таки вот этого человека, у которого мы приобретали квартиру, случилось минус миллион семьсот пятьдесят. То есть с учетом того, что его первоначальный взнос был там что-то около двух с половиной или трех миллионов, то есть там была не вся сумма, но мероприятие было убыточное. И когда мы разговаривали с продавцом, он сказал, да, мне просто сильно поменялись обстоятельства, мне по какой-то причине это нужно сделать. То есть мы же все-таки не забываем, что люди продают не только по причине того, что они там хотят фиксировать или не фиксировать, допустим, свою какую-то прибыль. Не только потому, что они хотят купить что-то еще. Потому что в этих ситуациях вы можете, допустим, отложить эту продажу, как вот у меня было с предыдущим клиентом, но у людей могут быть какие-то жизненные обстоятельства, может быть внезапный переезд, какие-то семейные те же там, разводы, свадьбы, прочее, прочее, да, то есть ну действительно нужно сделать. И вот тогда они, да, они фиксируют убытки. И многие, вот даже сейчас я пытаюсь купить квартиру тоже для клиента, там свежий дом, и там люди говорят, так, нет, ну подождите-ка, но я же вот инвестор, я должен, то есть у них прям вот это вот, ну знаешь, прям такое убеждение, что если я купил, посидел с этой квартирой, то я должен заработать просто потому что. И то есть когда ему объясняют, что инвестор, инвестор, это слово, которое всегда стоит рядом со словом риск. И фиксировать мы можем не только прибыли, убытки, но так как у нас вот все, наверное, крайние годы три особенно прям разгонялось везде в соцсетях, в Ютубе, вот эта вот история про новостройки, то, что покупай, покупай новостройку. То, что недвижимость отражает. Недвижимость всегда растет, это какой-то автоматический процесс, что это какой-то органический процесс, просто она всегда растет, то многие сейчас не готовы к этому принятию, люди могут просто год висеть в рекламе, так вот на это все смотреть, пока до них, ну в принципе, не дойдет, что произошло. Потому что первые три месяца они там гордо говорят, что там все агенты, все лесные, ни с кем не разговаривают, я целый собственник, буду там целым покупателем разговаривать. Ну примерно месяцев через шесть у них риторика, конечно, меняется. В основном, если человеку правда нужно продать, если он просто вышел всему миру рассказать, что он целый собственник, ну, наверное, удалось. Слушай, ты делаешь на это акцент, знаете, во всех работах всегда есть свои особенности. Ну что, вот так вот, когда люди продают свои квартиры, они же считают то, что это не пассив, желая недвижимость, а это актив в целом, это ты что, мы здесь живем, это наш актив. А как они вообще в целом? Часто прям хамы встречаются, те, кто я, Дон Корлеон, это Марион. В основном, в основном, вообще, если человек дошел до стадии продавать недвижимость самостоятельно, скорее всего, он как раз-таки такой ярый, убежденный агентоненавистник. И я в целом-то понимаю, откуда это берется, то есть я понимаю, что такое агентский рынок, как это происходит, и откуда у людей это изначально берется, то есть там прям целые тирады агента, будете звонить, я вас там заблокирую, там, ну, то есть там вот прям, ну, какой, настолько сформулирован текст, такое ощущение, что человек вот прям недавно триходки сделал, то есть они прям стараются прям угрожать, и они больше на этом, в общем-то, и акцентируются. То есть они акцентируются не на то, что ему нужно продать, а просто на каком-то противостоянии с агентами, противостоять, чтобы противостоять. Я иногда звоню людям, то есть я когда вижу, чтобы вот не слушать все их величайшие умозаключения, я им говорю, добрый день, меня зовут Наталья, услуги не предоставляю, вы меня не интересуете, как собственник я хочу купить квартиру, то есть если успеть начать с этого, возможно, ну, диалог задастся. Ну, блин, вообще прикольно. Да, да, и они говорят, точно, точно, все. Клянись, клянись. Да, да, что ты услуги им там не предложишь, но самое главное происходит дальше, то есть такие сделки у меня случались, и причем там иногда написано, там я все умею, мне помощь не нужна, я просто, ну, гуру, гуру, потому что я в 2005-м продавал вот квартиру бабы Нюры, да, сам. Ну, как правило, если мы идем на сделку с таким собственником, я их, ну, знаешь как, я их не очень люблю, но если нам квартира подходит, если это в интерес к моему клиенту, ну, куда деваться. Потому что, в принципе, вся спесь этих собственников на этом и заканчивается. То есть как только он понимает, что я не прошу у него никаких денег и не хочу продавать у квартиры, а мы, правда, ее будем покупать, то он тут же полностью расслабляется и тут же он выдает, что он, в принципе, не знает, какие документы нужно, как это сделать, как нужно снять обременение, а куда ходить, а что мне делать. И по итогу они начинают звонить и писать мне, в принципе, больше, чем мои клиенты, вот, а что я буду делать. То есть и они считают это, в принципе, нормой, что я отработаю за двоих как таковое, да, и ему там соберу все документы, все это организую, все это прочитаю, все это ему объясню, вот, и когда ему станет очень страшно за день до сделки, я обязательно с ним проговорю два часа, они считают, что это норма, то есть они понимают, что это и есть как бы работа агента, а все то, что ты говорил, что ты умеешь делать сам, оказалось, в принципе, ну, закончилось просто на гневном описании в ЦАНе. И самое главное, что я еще хочу сказать, если вдруг вы собственник, который по какой-то причине, вы сильно хотите выйти в рекламу самостоятельно, вы хотите получить вот это срез и статистику свой, может быть, вы не доверяете какому-то агенту, что он вам не расскажет про какие-то предложения, но, пожалуйста, выходите, заведите себе какую-то сим-карту и напишите в объявлении, что вы агент. Не надо писать огромными крупными буквами, что вы собственник. Для предметного покупателя вообще до лампочки, кто там агент или собственник, ему, ну, что, ну, вот вы собственник, ну, и что? Ну, что меняется-то от этого? Цена меняется, да, или это какие-то сумасшедшие, там, отличные условия. Ну, думают люди, что, типа, цена будет ниже, потому что агент, он возьмет количество. А это так не работает. Ладно еще, когда это в аренде, да, то есть люди понимают, что там придут агенты на ровном месте, там получат аренду, я там понимаю какую-то логику, но если вы продаете, зачем? Напишите, что вы агент. Когда вам будут звонить другие агенты, ну, просто спокойно там общаетесь, да, кто пришел, посмотрел. Вот, то есть кому вы захотите потом, вы потом успеете сказать, в принципе, да, что вы собственник. Правда, я не вижу в этой информации, ну, действительно, ничего такого супер-пуперского и прям удивительно, что это кого-то впечатляет. Вот, но при этом, при этом вам будут звонить уже и агенты, и люди, ну, предметные, кто действительно хочет купить квартиру. Потому что, когда вы пишете в объявлении тираду про то, что вы собственник, знаете, что происходит? Вот адекватного агента, скорее всего, это отпугнет. Он просто поймет, что, ну, наверное, у вас там что-то не так. Он не захочет просто с вами там разговаривать. Ну, вот ты собственник и продавает ее сам. Он найдет другую квартиру. А вот как раз-таки неадекватов, которых вы больше всего и хотите отпугнуть, вы не отпугнете. Они будут звонить все равно, просто они будут звонить раз, два, три, пять, десять. Ну, учитывая то, что их самих-то будет вам звонить там 100-200 человек, пока ваша жизнь просто не превратится в сумасшедший дом и вечно красный телефон. Вот такой лайфхак. Короче, еще важный момент, что, смотри, я всегда читаю ваши комментарии и видел неоднократно под роликами, связанными с риэлторами, с работой риэлторов, очень часто люди путают две услуги. Риэлторов, вот если они правы, ты меня поправь, чаще всего ненавидят как раз тех, кто занимается арендой квартир. Потому что я прихожу, вот, допустим, я собственник, вы хотите у меня взять в аренду квартиру, а ты агент. И тебе человек платит денег за то, что ты мне показала вот здесь, вот здесь вот распишись. Все, как бы работа сводится к нулю, открыл доски объявлений, нашел, окей, это легко. Все, договор, договорились, расписали, все. То есть, участие агента как таковое не нужно, ну, в целом. Да. А когда заходишь ты на покупку квартиры, особенно, когда у вас идет цепочка, альтернатива, ну, вы просто представьте сами себя, вы сейчас покупаете квартиру, вы продаете свою, вы покупаете новую квартиру, вторичку, новострой, неважно, а там, возможно, человек тоже, вот эта цепочка идет. И вот как бы здесь не, так сказать, обосраться, чтобы потом не получилось так, что там тебе скажут, ой, у вас здесь ошибка была, квартиру мы у вас отнимаем, деньги ваши ушли и так далее. Ну, за это же вы тоже переживаете? И, соответственно, как правило, люди уже хотят, чтобы ты мне давай гарантию помоги. Ключевое слово – гарантию. Агенты гарантии не дают. И агентство гарантии не дают, даже если вы пишете, что в агентствах там написано, что мы даем какую-то там юридическую гарантию, разгородию, мы застрахованы там всем и вся, но нужно просто читать структуру этого договора и понимать, что условно это Филькина грамота. То есть даже если вы в дальнейшем потеряете где-то свою квартиру по каким-то причинам, мы же не можем потерять квартиру, можем потерять на нее права, то эта бумага дает вам только основания пойти в суд и требовать у них, доказывая, что это они были в этом виноваты. То есть попробуй эту историю, докажи. Поэтому вот эти вот все продажи, юридические гарантии от агентств – это такая история очень слабая. Если вы уже хотите именно застраховать себя не квартиру от потопа, а именно себя от потери права, то это называется титульное страхование. То есть вы можете сделать там в любой страховой компании, просчитать риски, и если вы там покупаете самостоятельно, то идите обязательно через страховую. Они достаточно глубоко проверят квартиру именно на предмет каких-то юридических рисков, но здесь нужно понимать, что страховая, она не заменит как таковую агентскую работу, потому что это сильно разные услуги. Потому что для того, чтобы дойти до страховой, то есть нужно и найти квартиру, и переговоры провести, и поторговаться, и изначально сделать какой-то анализ документов. Вы же не будете каждую первую квартиру, которую посмотрели, авансировать, забирать документы и носить, вам их никто не даст. То есть это не так происходит. То есть сначала нужно найти квартиру, потом уже после того, как вручили аванс, нам передают документы, потому что это персональные данные, и только потом мы уже их подгружаем в страховую компанию на одобрение этой квартиры как предмета залога. Есть такая тема, как мат-капитал. Вроде как вещь очень хорошая, полезная. Я вот, например, как-то раз про неё говорил, что считаю несправедливым совсем, что его начисляют. Например, там 650 тысяч примерно на одного ребёнка. Это в Москве. Что такое 650 тысяч при покупке в Москве? Ничего. А при этом 650 тысяч при покупке в той же самой кошире, вот с той километров от Москвы, это уже разговор, это уже деньги. Но при этом как-то раз мне человек пишет. Купил я квартиру, двушку с мат-капиталом. Всё, там пока ремонт делаем. Он тут раз, второй ребёнок рождается, и он понимает, что эта двушка ему уже не нужна. Они ещё заехать на неё даже не успели. Он говорит, надо её продать. Поменялись абсолютно. Да, и взять трёшечку себе. И тут он столкнулся с таким адом, что он просто говорит, я бы её знал, я бы никогда в жизни не воспользовался. Казалось бы, ну давай ему там что-то 500 тысяч дают. Никогда в жизни бы не воспользовался. Говорит, я уже приходил, там чуть ли не слёзно просил, говорит, давайте я вам просто деньги принесу, 500 тысяч. Просто отстаньте от меня. Да, мне уже ничего не надо. Заинтриговал? Вот расскажи, в чём подвохи маткапитала? Ну, подвохи маткапитала, они заключаются в основном в том, что законодательство, которое было, когда наделяли маткапиталом, оно очень долгое время не модернизировалось, не улучшалось. И здесь происходит что? Что как только ты использовал маткапитал в своей квартире, то есть, соответственно, маткапитал ты можешь использовать как при покупке, так и при погашении жилищного кредита и ипотеки? Люди приобрели квартиру, берут ипотеку, используют этот материнский капитал, и им в дальнейшем для того, чтобы продать эту квартиру, нужно в этой квартире выделить детям доли. Но выделить детям доли они могут только в том случае, если они кредит погасили, потому что банк-то вам не даст выделять доли, ну, там, с редчайшими исключениями. И люди, они не хотят выделять здесь доли, они ее хотят продать, вот, да, из этой двушки поехать в эту трешку. И здесь есть разные, конечно, схемы, иногда можно прийти в органы опеки, слезно попросить вот получить там разрешение. Если у вас вдруг есть какая-то другая недвижимость, либо у родителей есть, они согласятся выделить долю вашему ребенку. Есть такие промежуточные схемы, есть также схемы там, вот, промежуточные, то есть, когда вы продаете с деньгами на счет. Но здесь нужно понимать, что у нас органы опеки работают по принципу ретроградного Меркурия. И как это у вас дальше получится, никто не знает. То есть, это прям сильно-сильно человеческий фактор. Это первое. То есть, сколько вы будете получать разрешения? Во-вторых, разрешение срочное. То есть, к примеру, в разрешении тебе дается месяц, 30 дней. И, то есть, если по каким-то причинам ты, там, твой покупатель, вы где-то не успели, и день 31, вам надо идти заново на этот круг, вот это все дело, получать все эти разрешения для того, чтобы эту квартиру продать. Сюда же сразу добавлю, вы вдумайтесь, представляете, вот, допустим, покупаешь ты квартиру за 15-20 миллионов рублей, для Москвы это, ну, двушка-трешка. Двушка-трешка. Но за 500 тысяч рублей, там, 600 тысяч рублей, ты сразу просто попадаешь под какие-то ты должен то, ты должен это. Я понимаю, знаешь, сопоставление было бы, что государство дало тебе 50 процентов, да, ну, согласен, ну, к примеру, там, 25, ну, когда тебе дают вот, чуть-чуть, а потом ты доказывай, бегай, это же, блин, пипец. Да, даже за 30 процентов люди согласны будут, но там как бы и с одним-то процентом иногда тяжело. И здесь суть заключается в том, что вот я видела, ну, понимаешь, вот молодая мама, да, с новорожденным ребенком, после всех этих историй, она говорит, я просто сверху дам 600 своих, я вот эти отдам. Там сверху дам 600 просто, ну, она хотела, чтобы все закончилось. Вот люди уже ничего не хотят под конец. Да, мы выходили на эти сделки, но это было все очень-очень сильно сложно. И здесь нужно понимать, что вот эти вот, особенно, если мы говорим про Москву, там, с ее ценами, когда все вот в миллионах, там, в десятках миллионов, вот для того, чтобы к вам пришел покупатель и ждал, пока вот вы пройдете все вот эти вот круги, вам придется давать так называемый дисконт за геморрой. Как правило, дисконт за геморрой, он и равен сумме маткапитала, потому что по-другому покупать в рыночную стоимость, ну, зачем человеку покупать, смотри, за 10 твою квартиру, которая продается без маткапитала, и соседей с маткапиталом, зачем ему вообще вся эта история, ну, просто она незачем. То есть, соответственно, придется сделать дисконт, и, как правило, люди очень сильно об этом жалеют, поэтому, конечно, если вы хотите использовать материнский капитал, несколько раз подумайте, потому что я знаю еще одного блогера, она строила свою рекламу, я просто, когда увидела, у меня вылезли глаза на лоб на том, что она там активно продавала новостройки, работала от застройщика, и о том, что там на покупку квартиры использовалось там, примерно, 100 тысяч рублей и бумажка. То есть, вот она пыталась вот как-то показать, вот это вот обесценить, что это какая-то бумажка, и многие там женщины, которые смотрели, такие, да действительно, что она у меня лежит и лежит, да, они берут ипотеку, то есть, эта бумажка-то пошла как в первоначальный взнос, но они берут ипотеку, эту ипотеку им потом платить, и, соответственно, если вдруг что-то там у них меняются, какие-то обстоятельства, у них вот это ипотечное бремя, там, переехать им надо, но, говорю, опять же, там, люди там разводятся постоянно, вот, ну, происходит какой-то раздел, то потом оказывается, что вот эта бумажка заблокировала, полностью парализовала им эту недвижимость, и сделать они с ней не могут ничего, такое тоже часто случается. Но здесь нужно понимать, что, опять же, не все-таки однозначно, потому что где-то в регионах, допустим, тот регион, из которого я приехала, конечно, если мы берем какую-то там пяти- или девятиэтажку, в которую можно купить прям нормальную, добротную квартиру без там каких-то суперремонтов, да, там, за 2 миллиона ее можно купить, за 2,5 миллиона ее можно купить, там для людей это, правда, решение жилищного вопроса, то есть, к примеру, молодая семья начинает свою жизнь, ну, что-то им там на свадьбу подарили, немножко там как-то вот там скопили, раз, и, то есть, в принципе, они таким образом, ну, полностью или почти полностью купили себе квартиру. То есть, там это все соразмерно, вот эти вот риски, ну, и прочее ожидание. Здесь, когда, я не знаю, у нас тут какие-то студии стоят там минимум там по 7-8 миллионов, это еще в Московской области. 20 квадратов, да. Вот, 20 квадратов. Ну, какой смысл? То есть, вы ликвидность своей квартиры перечеркиваете полностью. То есть, если человек слышит, что у вас мат-капитал, то вы его должны прям заинтересовать. Прям заинтересовать, зачем он пойдет с вами в этот удивительный аттракцион, потому что, ну, других объяснений нет зачем. Потому что все прекрасно понимают, что разрешение вы можете не получить, оно может закончиться, еще что-то по пути может произойти. То есть, как правило, вы и мат-капитал этот потеряете как раз-таки на дисконте от рынка, но при этом еще приобретете кучу таких бюрократических сложностей. А я видела людей с маленькими там двумя детьми, которые, ну, им и так-то очень непросто. То есть, их быт в это время сильно сложный. Это сильный стресс. Слушай, вот интересный момент еще ты отмечаешь, что у нас всегда все честно. Я, конечно, ни на кого не намекаю. Всегда все за правду, что все должно быть по закону. Но вот когда возникает личный вопросик – продать квартирку, налог заплатить, давай-ка сделаем занижение. Что происходит с этим занижением? Ну, это повальные просто вещи с занижением сегодня. То есть, соответственно, вот эта проблема, когда мы хотим, когда кто-то хочет купить квартиру в свежем доме, я всегда предупреждаю. Да, вы можете видеть много каких-то огонечков, но с этих огонечков в адеквате будет два человека. Это в лучшем случае. Если мы их найдем, мы просто с ними работаем. Это прям большая удача. Потому что люди, которые привыкли называть себя инвесторами, они свято придумали такую вещь, что вот то, что они называют своим заработком, да, то есть налог там у них не предусмотрен. Причем неважно, да, человек там заработал 300 тысяч рублей, да, или 10 миллионов, но никак там нет налога. То есть, к примеру, там люди говорят, как-то я миллион заплачу налогов. Я говорю, ну, логично, ты же 10 заработал, но миллион налогов, ну, это 13% там называются. Они такие, нет, не может быть. И здесь что происходит? Что такое занижение? Это когда человек приобрел квартиру, допустим, там за 10 миллионов, когда-то по договору долевого участия. И сейчас хочет ее продать, пускай за 15 миллионов. И он говорит, давай, мы в договоре с тобой напишем как будто бы 10, никто не узнает, причем они такие наивные, они до сих пор думают, что банки не дают вот эти отчетности по ипотекам, что никто не узнает. А еще 5 ты мне распиской, ну, под каким-то там неотделимым улучшением, дополнительное соглашение о взаимной дружбе, что-нибудь такое. И основной аргумент у людей, он вообще единственный. Мы всегда так делали. Вот я другого вообще не слышала. Просто мы всегда так делали. И когда объясняют, что ребятам так сейчас делать нельзя, это несет определенные риски и для продавца, и для покупателя. Сейчас объясню подробнее для кого какие. То, ну, смотрите, есть какие-то легальные способы оптимизации. Как правило, люди даже, в принципе, слышат про это, не хотят. То есть я с ними разговариваю, говорю, просто расскажи мне, в чем заключается суть. Потому что я по совместительству являюсь дипломировав специалистом по налоговложению недвижимости. И просто иногда мне выгоднее дать человеку эту консультацию, чтобы понять, могу ли я ее купить для клиента. И я могу послушать, и что-то ему сказать. Он может как-то эту информацию потом для себя использовать. То есть они даже эту информацию не дают. То есть они просто стоят на своем. И иногда даже, когда доходишь до сути, окажется, что там налога нет. Они говорят, не может такого быть. Моя агент, Люська, сказал, что есть. Ты говоришь, Люська, ты где это услышала? Я говорю, ну а это ж вот было. Я говорю, так это ж в 2019 году отменили, Люська, ну ты что? То есть они, в принципе, услышали от одного какого-то человека, даже не проверив это в каких-то там разных источниках. Хотя консультация вот именно человека, налогового специалиста, не риэлтор, а человек, который специализируется на налогах недвижимости, стоит в зависимости от региона от двух до десяти тысяч рублей. То есть плюс-минус это могут быть в разной степени достаточно образованные люди, которые уж, ну хотя бы такие вот предметно-основные вещи, точно они в них там разберутся и точно вам подскажут. Соответственно, люди хотят идти на эти риски для того, чтобы не платить вот этот налог. И при этом у продавца возникает вообще банальнейший риск. Риск это называется 21 век. Ребята, ну вы что, у нас технократия, у нас повсюду камеры, у нас телефон нам рекламу предлагает. После того, как мы что-то вот сейчас вот обсудим за чаем, да, и вот у нас начнет телефон рекламу предлагать. Ну неужели вы не догадываетесь, что абсолютно все банки, естественно, они обязаны подавать эту информацию в налоговую. То есть приходится информация по счетам. Элементарно понятно, да, даже если ты там пошел там за наличные средства, как они там любят эту ячейку, они все пронесли, вообще никто ничего не увидел. И что они делают, как правило, через неделю купили машину. Ну вы не догадываетесь, что кто-то догадается, да, то есть, ну вот что происходит. Это первое. Но допустим, вот вы там, люди вот свято верят в наличку, что никто не угадает, ничего не произойдет. Это я сейчас про риски для продавца говорю. Знаете, что происходит? Происходят банальнейшие вещи. Вот это ваш покупатель, который согласился пойти с вами, но это опасное дело. Через два года придумал квартиру продавать. А квартира стоит 17 через два года. Ему, говорит, ты заплатишь налог 7 миллионов. У него начинается истерика. Он, говорит, не может такого быть. Вот он в первых рядах побежит и через два года подаст заявление, что принесет вот этот ваш договор, который вы договорились там где-то спрятать. Никому не показывает. Он прям первый его принесет. Как только встанет вопрос, как только до него дойдет, что теперь налог с этих 5 миллионов должен заплатить он. Делать он этого точно не захочет. И практики такой вагон и маленькая тележка. Просто когда ты рассказываешь, что не делаете так, тебе везде там в комментариях, везде пишут, а я вот делал. Ну, кто-то вот и прыгал с третьего этажа и выжил. Ну, что теперь все прыгать? То есть, а когда вот это все происходит, эти люди потом нигде не пишут. То есть, вот они когда уже потом обращаются, некоторые приходят, нам нужна консультация. Я говорю, вам уже не нужна. Вам уже, ну, вам надо кто с вами в суд пойдет. Как бы очень поздно. Консультацию надо было год назад. Но год назад вы были вот как бы шибко умные. То есть, вот эта история про продавцов. И это при том, что, допустим, у нас же налог с подоходной части начисляется. То есть, в этом случае он бы заплатил налог только с 5 миллионов, если бы показал все в белую. Плюс еще есть легальный способ оптимизации, как уменьшить налог, либо вообще, ну, прям к нулю свести. Но, если налоговая вычислила вот эту вот историю, а поверьте, сейчас прям вычисляют это на раз-два, то вам вот эти 13% досчитают безрасходной части, то есть, 15 миллионов полностью. И плюс еще на эту сумму наложат, да, то есть, 30% штраф за неподачу декларации и 40% штраф за вот это вот введение в заблуждение. Классно, блин, вообще. Ну, я сейчас прям чуть-чуть могу там в цифрах ошибаться, но смысл вот такой. И это риски для продавца. То есть, скорее всего, вы попадете на деньги. Прям вот сильно попадете на деньги. То есть, вас кто-нибудь да сдаст. Либо вы сами себя сдадите своим покупкам, потому что, ну, как, ну что, ну, ты серьезно, ты их прям положишь в банку, что ли, пятилитровую, несколько лет посидишь на ней? Ну, нет, мы все экономически активны. Мы что-то покупаем, что-то продаем. Следы-то остаются денег. И самое, что еще интересное, что у него, возможно, возникнет в голове мысль тоже продать квартиру за те же самые, там, я не знаю, 10, ну, 7 забрать себе, но при этом он уже сейчас как минимум будет понимать, что в дальнейшем тот, кому он это предложит, если вдруг он согласится, то он, естественно, точно будет жал, потому что там уже не с 5, а с 7 миллионов, а он-то, наверное, будет продавать ее, к примеру, дороже. Ну, в общем, вы понимаете, этот ком растает такое, что оказалось бы все очень легко. Не быть жадным. Ты заработал, заплатил, честно сделал, все. Да, и есть, опять же, легальные пути для оптимизации. Как это все минимизировать? Да, если вы получили доход, с него нужно заплатить налог. Есть такая практика, это нормально во всем мире платят. Доход – это налоги, все нормально. Вот, и еще, сейчас прям… Вот ты пока вспоминаешь, я тебе даже задам такой по ходу вопрос. Ты мне рассказывала, что как-то к тебе друзья твои тоже обращались, которые купили квартиры. Ну, вот даже смотри, просто малейшая консультация, когда, понимаете, знания помогают жить богато, скажем так, но при этом сейчас инфо-цыгане, вот эти знания, курсы обучения, запогабили так, что даже сейчас, когда я хочу задать тебе вопрос, я уже вынужден немного его прокомментировать. Смысл заключается в том, что друзья твои купили какую-то квартиру, и потом вроде все, а нафиг, а ты начала смотреть документы, и выяснил, что там можно… Я поняла историю, да, и я сейчас прям расскажу две истории, коротенечко, одна совсем маленькая. В общем, мои друзья решили продать там дом, и, соответственно, потом себе купить квартиру. И в их подсчетах у них вылазил налог полтора миллиона рублей, и они его уже мысленно приняли, то есть они, ну, у нас будет налог, при том, что они до этого ходили консультироваться с какими-то там налоговыми консультантами, и они им сказали, что ничего сделать нельзя, налог полтора миллиона. Они эту идею приняли, и, соответственно, позвонили мне уже прям за несколько дней до сделки, сообщив, что, ну, так и так, нам нужна помощь, сопровождение, у нас налог, мы знаем. Я говорю, так, подожди, подожди. То есть я просто посмотрела документы, поняла, какую очень несложную манипуляцию нужно сделать для того, чтобы, ну, налог был ноль, просто ноль. Вы понимаете, вот полтора миллиона чистыми. Мы эту манипуляцию, естественно, успели сделать. Ну, пришлось там чуть-чуть подшустрить, если бы они пораньше обратились, мы бы это делали еще и расслабленно. И люди остались, ну, в плюс эти полтора миллиона, то есть налог был слил к нолю. Легально, это абсолютно легально. Я только говорю про законные методы. Но дальше получилось намного смешнее. То есть вы подаете декларацию всегда на следующий календарный год. Сделка была в ноябре, до апреля вы должны отчитаться. И, в общем-то, я так подзабыла про всю эту историю. Думаю, ну, если бы что-то не поняли, позвонили бы. А так они, в принципе, такие достаточно шустрые ребята. И мы встречаемся случайно в нашем родном городе летом. Прямо совершенно случайно пересекаемся с общими знакомыми. И я их спрашиваю, что, как дела? Они говорят, слушай, да, да, у нас все, мы налог заплатили. У меня просто вот так вот выкатываются глаза. И я говорю, какой налог? Ну, 300 тысяч. Ну, ты же знаешь, 300 же это не полтора. То есть они так обрадовались, что это не полтора. Это же всего лишь 300. Они пошли к каким-то заполняторам декларации. Вот, кстати, это тоже такой вопрос. Свой налогоконсультант его еще нужно найти. То есть они иногда вам посоветуют так, что можно по меру пойти. Вот. Ну, и там посчитали, вот это посмотрели. Ну, суть была простая. То есть когда... Не надо быть каким-то специалистом. То есть когда вы подаете декларацию, у тебя дом и земля идут разными декларациями. Налоговики не видят, что это одно и то же. То есть им надо написать, что этот участок относился к тому дому, которое единственное жилье. Спасибо, до свидания. Налоговики просто взяли, посмотрели, по чем куплено, по чем продают. Сказали 300 тысяч. И он их заплатил. Причем самое смешное, что мы встречаемся ровно на следующий день после того, как он их заплатил. И по итогу мы вернули эти деньги. Но это было прям непросто, с некими там издержками небольшими, но все-таки. И это при том, что он еще тем людям заплатил деньги за вот это заполняторство декларации. И вот просто вдумайтесь, сколько таких людей по стране, которые жалуются, как тяжело даются им деньги, как они много работают. Но как только возникает вопрос покупки, вместо того, чтобы действительно сесть его изучить, проконсультироваться, нанять себе человека. На хер, я сам. Да, и причем это люди, которым даже нанимать-то не надо. Ты можешь мне позвонить, написать. То есть мы общаемся. Это мои хорошие знакомые. То есть все нормально. Можно было там переспросить хоть 200 раз. Но они как раз таки, как им хотелось думать, что они действовали из лучших побуждений, мол, не беспокоят меня. И плюс сумма. То есть вот их подкупила вот эта сумма. То есть они уже на полтора были готовы. А это всего лишь 300 тысяч. А то, что как бы ноль еще сильно лучше, чем 300, они не учили. Но, слава богу, большую часть мы вернули. Дальше вот это вот издержки, там его оплаты, этой чудной фирмы, но я уже там не участвовала. И еще прям маленькая, коротенечка история, тоже среди моих друзей. О том, что когда я именно училась на налогового специалиста, для меня там было тоже множество открытий. Я когда начала осознавать, что говорят мои коллеги повсюду, и насколько вот это бредово, у меня был ужас. И, ну, соответственно, когда ты идешь на любую обучалку, все твои родственники должны слушать это потом все бесконечно, вечерами. Тебе же хочется рассказывать. Я ходила, галдела, рассказывала это всем. Вот смотри, а там бывает так, а там бывает так. И в том числе одной моей хорошей знакомой. Что происходит дальше? Я ей сказала, так вот, я теперь все знаю, ты если чего, мне звони. Что происходит дальше? Простая манипуляция. Два бывших супруга в прекрасных взаимоотношениях между собой. Супруг в свое время купил для уже на тот момент бывшей супруги частный дом с землей. И они решают, что он бы хотел бы переоформить на нее этот дом. Взаимоотношения позволяют, все отлично. И знаете, что они делают? Он ей его дарит. Налог миллион. То есть, вот как это могло, то есть, вот как это могло произойти вот в метре от меня, и то есть, я уже потом, когда с ней разговаривала, ну как так, говорю, ну вот вы хотя бы там позывной какой-то дали, ну вот хотя бы, ну как-то намекнули, ну это же банальная манипуляция, да? Они же уже, они не близкие родственники друг к другу, это посторонний человек, подарил постороннему человеку. Берем, когда островую стоимость, умножаем на 13 процентов, вперед из песни. Просто на ровном месте миллион. Подарил, блин. Классно. И как в этой ситуации? Уже никак все? В данной ситуации уже откат какой-то там сделать, уже все как есть. Я поэтому говорю, что когда люди думают, что вот они где-то забили на налоговое планирование, сделки, но потом, если уж там что-то где-то свистнет, то тогда они откатят, так не стоит думать. Да, есть какие-то ситуации, когда можно побороться, когда можно там откатить все, или откатить там хотя бы какую-то существенную часть. Они есть, но в той же степень есть ситуации, где уже вообще ничего не сделаешь, но никак ты эту ситуацию по-другому не сделаешь. То есть, она с правовой точки зрения абсолютно верная. На сегодняшний день, вот как вот ты считаешь, в перспективах на ближайший год, есть у нас на рынке крах прям недвижимости, что все-все плохо, хана, продаж нету, сейчас они скатятся все на дно, или вот реальность какая? Я думаю, что такого нет. Да, конечно, есть вот эти все клейбетные заголовки, но потому что у нас люди по-другому просто не будут смотреть. То есть, у нас если ролик все упало, все пропало, то у него есть просмотры. Если ролик с какой-то там аналитикой более-менее адекватный, ее просто никто не будет смотреть. Ну, так уж мы устроены. И, конечно же, сейчас мы заходим в фазу коррекции рынка. Коррекция сейчас идет вниз. То есть, здесь вот, наверное, вот это слово правильнее. Но при этом ожидать вот того, что как иногда люди звонят, то есть, мне по какой-то квартире говорят, так, у меня тут вообще-то наличка. Давай мне скидку 30%, а лучше 40%. Ребят, ну, первое, мы в Москве, вы прям сильно наличкой никого не впечатлите. Ну, даже сколько бы у вас ее не было. Вот. А второе, ну, это не так происходит. То есть, у нас же не случилось в стране какого-то вот такого процесса, то есть, какой-то там мощной там девальвации или дефолта, чтобы оно вот буквально в смысле слова упало. Да, есть коррекция, да, нужно разговаривать, да, нужно торговаться, да, нет уже вот этого роста, да, не нужны какие-то вот эти супер ожидания, точно их там питать с иллюзией не стоит. Но здесь нужно, ну, я бы это назвала больше, наверное, охлаждением. Сейчас, секунду, ну, что тебе надо-то, я не могу понять. Что ты? Она рассказывает, и что ты перебиваешься? Вполне возможно, кого-то напрягал. Лай, вот, это вот он. Все, сиди рядом здесь. Так. Вот, то есть я бы, ну, больше говорила бы о охлаждении рынка недвижимости, может быть, даже о оздоровлении, и на самом деле это к лучшему. Просто вот сейчас в моменте людям это достаточно сложно понять, потому что мы пять лет жили вот в этой парадигме, что все растет, ура, 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 и это вот прям все, я инвестор, да, то есть ситуация поменялась, и вот это вот такое, когда люди приходят к этой реальности, это немножко тяжело для них, да, вот это осознание, что нельзя просто купить, там посидеть и продать, и так далее, но это хорошо для тех, кто будет решать свои жилищные вопросы в дальнейшем, потому что сейчас, вот обратите внимание, да, вот опять же на ту же там меновую стоимость, я часто, допустим, мы приходим в какую-то квартиру, в которой тоже люди говорят, что они продаются, но при этом это будет какая-то там пятиэтажечка, в ней будет, ну, пускай там две или три комнаты, они, как правило, там небольшие в площади, и при этом там у людей там два-три собственника, они могут быть либо близкими родственниками, либо такими не очень, но у каждого ожидание из разряда того, что он там хочет себе купить какую-то отдельную квартиру, и если раньше они как-то худо-бедно, это не то, что бы могли сделать, кому-то хватало на первоначальный взрос на квартиру в области, да, кому-то хватало там заплатить ипотеку в своей какой-то другой квартире, то сейчас вот именно из-за этой перераздутости рынка люди, в принципе, они никуда и тронуться не могут, то есть у нас сильно поменялась вот эта меновая стоимость старого жилфонда, да, и какого-то свежего жилфонда, да и в принципе, да, по площадям, поэтому я думаю, что как раз-таки то, что сейчас все называют крахом и падением рынка недвижимости, это позитивный процесс, просто он на вот таком приближении не очень понятен, то есть нужно, пройдет немножечко времени и будет всем яснее. То есть если ваша квартира скорректируется, не нужно этого пугаться, квартира, которую вы покупаете взамен, туда же скорректируется, потому что в основном сейчас еще почему не едут вот эти вот паровозы, так называемые, они же альтернативы, они же цепочки, потому что собственник в моменте фокусируется только на том, что он придумал, что ее квартира стоит столько-то и все. То есть по сути же нужно просто там всем собраться, да, кому что понравилось и попробовать, поговорить по цене, те уступят тем, те уступят тем, те, то есть все останутся при своих по итогу, но все решат свой жилищный вопрос. Но он задирает свою цену, то, соответственно, задирает свою цену и никто дальше не едет. Причем это вообще такая интересная ситуация, часто, когда собственники таких квартир, особенно это касается прям старого жилфонда, то есть когда мы говорим о ценообразовании их квартиры и с какой цены мы пойдем в рекламу и говорят, так, моя стоит столько-то, у меня тут вообще-то, там, не знаю, там, паркет, из Греции. Я говорю, ну, паркет 65-го года, ну, там даже вот до такой стояга, ну, 65-го года, ну, все уже, вообще все равно, есть он тут или нет. То есть моя квартира, поэтому стоит столько-то, я и вообще, когда получал, тут вон оно что было. И это может быть прям такая полунепробиваемая броня, то есть они хотят вот столько. И как только мы идем с ними смотреть квартиры взамен, то есть они говорят, так, что за идиоты, такие цены поставили, а что, а ты ему скажи, что рынок упал, пускай нам 3 миллиона скидет рынок, то упал, пускай он скидывает. Вот это вот просто такие тонкие, но ключевые замечания. Твое, оно твое, оно вон там, а твое, это мое, да, оно должно вниз падать. Вот и все. А по-другому быть не может, блин. Слушай, Наташа, давай в завершение. Смотри, значит, получается так, что новостройки у нас цены космос, ипотека там в лучшем случае для семей, то есть если у человека детей нет, у пары, то для них уже до этой ставки, как говоришь, там 6,5, уже все свободен. На вторичку, я так понял, вторичка и ипотека, все, на финише. Есть вообще люди, кто согласен брать 17%? Да, есть. Это какие-то маленькие суммы на короткий срок, или как бы с хорошим доходом люди, правильно? Смотри, это либо, да, маленькие суммы на короткий срок, то есть когда люди покупают, но при этом они знают, что вот они сейчас тут переедут, потом в регионе продадут, то есть они не планируют их платить долго. То есть это какая-то небольшая сумма, и в моменте нужно решить, за дачу, но либо есть там люди, ну у которых какой-то острый бытовой вопрос, какая-то прям вынужденная ситуация, но их в общем, там, в процент сондашей на рынке их прям не так много, потому что основная часть, то есть вы не представляете, сколько я видела сделок у коллег, то есть вот когда шла вот эта вся история, да, у нас вот между 10 и 9 и 17, вот этот вот промежуток, когда люди пытались купить, там, решить свой жилищный вопрос, именно по старой ставке, там, пускай на тот момент это там была 14,3, и готовится огромная сделка, то есть это же цепочка, там все готовят документы, получают какие-то там разрешения, то-то-то-то-то, а человек говорит, я выше покупать не буду, я под 17 уже не буду покупать, у меня платеж астрономический, и они по каким-то бюрократическим причинам просто не успевают войти, и вот как вот это вот был последний день, 14-го числа, да, то есть когда все подписывались, 15-го все превратилось в тыкву, и людей вот у которых так произошло, было достаточно много, на самом деле, это были достаточно грандиозные сделки, опять же, по 5-7 человек в цепочке, и все развалилось. Ну смотри, у меня вот мой такой внутренний прогноз, он на самом деле достаточно хороший, но я уже повторюсь, что я вот близка к таким терминам, как оздоровление, отрезвление рынка, и если бы не то, что было применено, я не знаю, где бы это все закончилось, потому что вот такое раздувание цен, оно для обычных людей, которым надо где-то жить, ни к чему хорошему не приводило. Да, это какой-то там рай для спекулянта, но мы же все-таки говорим про то, что всем нужно где-то жить самим, а не беспокоиться о спекулянтах, они могут пойти там еще, допустим, куда-нибудь. Это все-таки их проблемы. Поэтому я думаю, сейчас вот уйдет, наверное, 3-6 месяцев, но как всегда там, но у нас сейчас будет январь, то есть у нас сейчас есть немножечко декабря, вот у нас есть немного вот этого марафона успеть до Нового года, а потом у нас будет там январь, февраль, где люди будут, ну просто мониторить, да, то есть упало все или не упало, у нас же как правило, да, то есть январь наступил, все это другой год, и все-таки упало или нет, ну ничего не упадет, скорее всего, да, будет какая-то коррекция цен, но это опять же, это вот все, что вы будете видеть, вот эти вот зеленые стрелочки, это будут люди, которые изначально вышли с овер большой цены, то есть они сразу себя там глубоко переоценили, потому что если вы близки к адекватной цене, к вам люди придут и просто сделают предложение в рамках переговоров. Поэтому я думаю, что если очень коротко, то все будет нормально, надо к этому относиться спокойно, взвешенно и трезво, люди всегда жили, покупали недвижимость во все времена, с любой там ипотекой, там валютной, невалютной и так далее, просто сейчас нет вот уже такого наскока, как это было раньше, куплю квартиру, две, три, зачем-то просто так, то есть банки, соответственно, усложняют уже, нельзя уже ипотеку вот у нас оформить, как вот было до этого, что хоть на собаку оформляй, и то дадут, то есть сейчас уже какие-то документы нужно предоставить и прочее, то есть я думаю, что эта тенденция идет к улучшению для нас, для всех, чтобы мы стали лучше и счастливее, а с недвижимостью вопрос мы точно решим, просто к нему нужно будет подходить обстоятельно, не на волне хайпа, и это очень правильно, потому что многие, как раз таки, кто вот на этой общей волне в нее зашли, сейчас заканчивают в ней достаточно плохо, с убытками, и опять же, я не говорю сейчас вот прям про каких-то грубых там спекулянтов, то есть это их проблемы, но были правда действительно люди, которые ну так хотели сберечь свои там полтора-два миллиона накоплений, ну вот прям вот им сказали, ну все, вот бери, но для них это очень важно, то есть для них это не просто какие-то убытки, да, там какого-то предпринимателя, то есть это могли бы все их сбережения, и их много с этими проблемами, поэтому я думаю, что точно такие ситуации должно стать меньше, а уже профессиональные участники рынка, такие как профессиональные агенты, профессиональные налоговые специалисты, также там страховые сотрудники и прочее, они и призваны для того, чтобы обеспечить это все, конечно мы понимаем, что на рынке очень много людей, которые называют себя агентами, там таковым не является, у них нет опыта, повсюду рекламу, приходи, если ты там ничего не умеешь, ничего не знаешь, все равно приходи, да, я все это понимаю, но в противовес собственникам, пишущим гневные вот эти вот сообщения про агентов, и каждый мне пытается рассказать, какой у него был агент-идиот, но у нас тоже такие истории есть, так что давайте как-нибудь, если мы с вами друг друга нашли, работать уже адекватно, а не вываливая друг на друга весь вот свой какой-то там негативный опыт, перекладывая, транслируя его на нас. Друзья, жаль, конечно, что нельзя на собаку ипотеку взять, а то я бы тебя подписал, отчет, была бы у тебя ипотека 30 лет, живешь ты, конечно, поменьше, к сожалению, но на позитивной ноте, если ее можно сейчас назвать, позитивной, я считаю, что выпуск получился максимально полезный и интересный, если вдруг вы не согласны с тем, что рассказала Наталья, пожалуйста, пишите развернутый комментарий, я там агент по недвижимости, или я инвестор, или я вообще в целом знаю рынок, и развернутый комментарий, чтобы его было приятно читать. Те, кто хотят купить, продать, присматривайтесь, думайте, взвешивайте, пожалуйста, обращайтесь, сделаем все в лучшем виде. На этом у меня сегодня все, тебе огромное спасибо, что приехала в гости, пока, пока.